Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В него поступает 70% городских стоков. В Кубышевском районе ведутся работы по замене коллектора диаметром 2,5 метра. В Самаре прошли первые субботники. В одном из них приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Много ли горожан вышло на уборку улиц? Более 10 тысяч детей в этом году отдохнут в муниципальных загородных лагерях и около 15 тысяч в лагерях дневного отдыха. О подготовке к летней оздоровительной кампании говорили на еженедельном совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной. Город скоро заиграет яркими красками. Какие цветы украсят парки и скверы и как готовят рассаду. Проявили творческий подход и фантазию. В городе подвели итоги конкурса «Самарская маслена». Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал паводковую ситуацию в регионе. По его словам, сейчас в Самарской области происходит постепенно улучшение паводковой ситуации. За последние сутки вода ушла из 263 жилых домов со 191 приусадебного участка. Вместе с тем, проблема остается в 50 частных жилых домах и на 90 приусадебных участках. В двух пунктах временного размещения остается 20 человек, в том числе 7 детей. По информации гидромедцентра, в ближайшие дни серьезных ухудшений не прогнозируется. Над ликвидацией последствий паводка работают 9293 человека и 2017 единиц техники. Важнейшая задача региональных и местных властей в этот период – оперативно оказывать помощь жителям пострадавших населенных пунктов. Правительством региона уже принято решение о выделении выплат на первоочередные нужды землякам, чьи дома пострадали от паводка, в размере 10 тысяч рублей на одного члена семьи. На данный момент заявление подали жители 207 пострадавших жилых домовладений. Это 588 человек. Выплаты уже поступили 96 гражданам. Прием заявок продолжается. Для оформления можно обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Кроме того, планируется выделение средств жителям пострадавших от паводка жилых домов на частичную компенсацию утраты имущества в размере 100 тысяч рублей. Глава города Елена Лапушкина в субботу выезжала в поселок Водников, расположенный в Куйбышевском районе. Там идет замена коллектора. Глава города выехала на место, чтобы оценить ход работ. Подробности расскажет Виктория Шарая. Жители поселка Водников, расположенного в Куйбышевском районе, обратились к главе города Елене Лапушкиной с жалобой. Они сообщили, что из-за коммунальных работ, которые проводятся в их поселке, сложно передвигаться по улице Реактивной. Чтобы разобраться в ситуации, глава города выехала на место. В октябре произошло обрушение коллектора, который работал тут с советских времен. Через него проходило до 70% стоков всего города. Сейчас идет его замена, укладывают полиэтиленовые трубы диаметром 2,5 метра. Любую работу хочет закончиться побыстрее. Я понимаю их возмущение жителей, я понимаю их неудобства. Но тем не менее, то, что сейчас происходит на этой территории, крайне важно, прежде всего, конечно, для жителей этой территории. Коллектор тянут от улицы Таганской до Реактивной. Длина участка, который подлежит замене – 380 метров. Уже выполнены работы по перекладке 240 метров. Основные работы мы уже завершили. Это открыли движение по улице Таганской Реактивной. У нас основная проблема была именно с этим перекрестком, чтобы его открыть. Остался участок 130 погонных метров. Местные жители обратились к главе города с просьбой организовать временный проход по территории, рядом с которой ведутся работы. Сейчас вместе с жителями проговорили, что где есть сложности прохода, конечно, мы положим деревянные мостки, как временную меру. Согласно договору, завершить работу и выполнить благоустройство подрядчик должен до 31 мая. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Благоустройство города после зимнего периода, ремонт дорог, уборка территории и подготовка к летнему обслуживанию общественных пространств – все это стало темой еженедельного оперативного совещания в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Какие работы в Самаре традиционно проводятся после зимы, расскажем в нашем сюжете. 15 апреля в городе официально закрывается зимний сезон. К этому времени устанавливается стабильная плюсовая температура, тает последний снег. Город переходит на летнее обслуживание. Предстоящие работы обсудили на оперативном совещании в мэрии. Его провела глава города Елена Лапушкина. Профильные службы проводят работы по аварийно-ямочному ремонту дорожного полотна. В этом году таким способом отремонтировали более 4000 квадратных метров дорог. Однако уже на этой неделе планируется приступить к ремонту картами. Из обращений граждан и актов реагирования контрольно-надзорных органов составлен список, где такой ремонт будет произведен в первую очередь. А мы раньше, чем с 12 неделя сможем выйти, начнем еще целую неделю. Эта неделя теплая, по прогнозу. Елена Владимировна, там же надо фрезероваться сначала и так далее. То есть выходим мы раньше. А сами работы начнем с 12 числа уже укладка. На уличной дорожной сети профильными службами проводятся и другие виды работ. Уборка прилотковых частей, мойка и подметание дорог. На этой неделе начнутся работы по нанесению дорожной разметки. Первый очередной порядок – это восстановление линии дорожной разметки, которое будет проведено на дорогах, задействованных при проведении правительственных мероприятий 1 и 9 мая, а также место расположения аппаратно-программных комплексов, фотофиксации нарушений ПДД. С 1 апреля в городе стартовал месячник по благоустройству. В среду на уборку улиц вышли почти 14 тысяч человек. В субботу – порядка 23 тысяч человек. О результатах за неделю отчитались главы внутригородских районов. За истекшую неделю всего работало 3,5 тысячи человек. Нарастающим итогом было очищено 40 тысяч квадратных метров территории и вывезено 90 кубов мусора. На территории района создан 31 пункт выдачи инвентаря. Доводим это до населения о том, что они в любой момент могут получить требуемый инвентарь для уборки территории. Проводится подготовка парков и скверов города к летнему обслуживанию. На 20 апреля запланирован пробный запуск городских фонтанов. С 1 мая они начнут работать в постоянном режиме. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Весь апрель в городе проходит месячник по благоустройству. Убирать общественные пространства и места отдыха будут два раза в неделю – по средам и субботам. На уборку выходят муниципальные служащие, сотрудники предприятий и горожане. В эти выходные прошел первый субботник. В нем приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Какие работы велись на участках и много ли желающих вышли убирать город – в нашем сюжете. Аллеи трудовой славы, площадь Кирова, Комсомольская и Крымская площади, а также парки и набережная. Субботники прошли в Самаре на всех общественных пространствах. Убирать город вышли муниципальные служащие, сотрудники промышленных предприятий и неравнодушные самарцы. Всего более 23 тысяч человек. На уборке города также трудилось 134 единицы техники, помимо 180 единиц, которые обслуживают дороги города и тротуары. На Крымской площади работали сотрудники администрации города. Им помогал и 4-летний фокстерьер Беня. Там, где снег растаял не до конца, занимались его ворошением, а также собирали мусор, сгребали прошлогоднюю листву. Да, еще достаточно сырые газоны, да, еще где-то лежит снег. Но, тем не менее, чем мы сегодня занимаемся, это подбор вытавшего мусора, где можно сгребать газоны, где необходимо ворошим снег, чтобы, возможно, короткие сроки привести город в порядок. Действительно, уже хочется чистой весны и красоты. Конечно, по погодным условиям основное сейчас – это ворошение снега. Земля достаточно мокрая. К сожалению, немножко нас подводит погода. Дождь очень так прошел полосой по всему городу. Но, однако, люди вышли на субботник. За день в Самаре было собрано 1800 кубометров мусора. Такие акции в городе будут проходить до конца месячника регулярно, по средам и субботам. Принять участие в наведении порядка приглашают всех желающих. Сотрудники МП благоустройства Егор Зеленхоза, а также управляющих компаний, готовы обеспечить желающих шансовым инструментом, мешками для мусора и перчатками. Виктория Шаре, Константин Головин. События. Свой первый субботник в этом сезоне провели сотрудники администрации Кировского внутригородского района. Газоны очищали от вытаившего мусора, ворошили снег. За ходом работ следила наша съемочная группа. Подробнее в сюжете. Более 50 человек, сотрудники администрации Кировского района, вышли на уборку улицы рядом со зданием районного суда по адресу Кирово-100. Традиционно в первый субботник в основном пришлось работать с лопатами, раскидывать снег, который еще не успел растаять, и собирать прошлогодний мусор. Мы сегодня начинаем месячник по благоустройству. Открываем его первым субботником. На данной территории работаем по ворошению снега, по подбору бытового мусора, который вытаил, а также очищаем проезжую часть от грунта. Полина Буткевич, председатель административной комиссии района, рассказывает, вместе с коллегами всегда с радостью принимают участие в таких акциях, чтобы своими руками сделать город краше. Субботник – это добрая традиция, которая объединяет людей. И дают им еще один повод сделать доброе и полезное дело. Все мы заботимся о природе и хотим, чтобы наш город был чище и красивее. Весь апрель, каждую среду и субботу в Самаре запланированы акции по уборке городских улиц, парков, скверов, дворовых территорий. Принять участие в средниках и субботниках может любой желающий. Весь необходимый инвентарь жители могут получить в управляющей организации. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. Апрельский месячник по благоустройству набирает обороты. Среди запланированных работ – создание цветников по всему городу. Для озеленения улиц, скверов и парков подготовили более 1 миллиона однолетних цветов. А осенью высадят около 120 тысяч тюльпанов. Какие цветники украсят областную столицу, расскажем в нашем сюжете. В Самаре продолжается месячник по благоустройству, озеленению и улучшению города. Среди запланированных работ – создание цветников по всей областной столице. Цветочное и ландшафтное оформление городской среды – одна из основных целей муниципальной программы «Цветущий город». С 2016 года, когда началась ее реализация, общая площадь локаций, на которых высажены декоративные культуры, увеличилась почти в два раза. Так планируется, что в 2024 году почти 39 тысяч квадратных метров городских объектов будут задекорированы цветами. По всей территории города высадят более 1 миллиона 300 тысяч штук однолетних цветов, а осенью традиционно – более 120 тысяч луковиц тюльпанов. В муниципальных теплицах рассаду начинают готовить еще зимой. В оранжереях выращивают около 40 видов растений. Среди них большинство отлично зарекомендовали себя в климатических условиях города. Например, тагетис, виола и бегония. При этом каждый год выращивают новые виды цветов, чтобы посмотреть, как они приживутся в грунте. Каждый год мы выращиваем новые сорта петунии разного цвета. Это от белых до пурпурных, красных, с оттенками, с такими штрихами на цветах. Много. В этом сезоне можно будет полюбоваться и махровой пеларгонией, которая при каскадном оформлении дает красивые цветущие петли. За цветочной рассадой следят в теплицах спецремстрой зеленхоза. Опытные цветоводы знают, какой уход нужен каждому ростку. Температура, солнце, влага, вовремя полив. В общем-то, ничего такого особенного. Самое главное – вовремя посадить, высадить. Конечно, уход, но, конечно, вовремя полив – это очень важно для цветка, для любого. После высадки в грунт за растениями продолжат ухаживать. После высадки будет производиться регулярный полив, пробока по мере необходимости, удаление отцветших цветоносов. При необходимости клумбы будут обновлять, подсаживать новые цветы. Особое внимание будут уделять озеленению туристических маршрутов. Здесь общая площадь цветников составит 6300 квадратных метров, в том числе около 220 кашпо. На улице Ленинградской появится 1000 квадратных метров декоративных растений. В этом году также запланировано высадить несколько цветочных композиций, посвященных Великой Отечественной войне. Сейчас разрабатываются эскизы клумб. Они появятся на улицах, как только позволят погодные условия. Специалисты также отметили, что в текущем сезоне будет высажена на 20% больше КАН. Традиционно первыми вестниками весны станут тюльпаны, посаженные в 2023 году. Они взойдут на площади 2,5 квадратных метров. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров, События. Более 10 тысяч детей в этом году отдохнут в муниципальных загородных лагерях. И около 15 тысяч детей готовятся принять лагеря дневного типа. В дни школьных каникул для детей и их родителей готовятся насыщенные культурные и спортивные программы. О подготовке Самары к летней оздоровительной кампании 2024 года говорили на еженедельном оперативном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Подробнее в нашем сюжете. 1 июня в Самаре стартует летняя оздоровительная кампания. О готовности лагерей к новому сезону говорили на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы города Елены Лапушкиной. В этом году для детей откроют в своей двери 8 муниципальных оздоровительных лагерей, 2 стационарных палаточных лагеря, 196 лагерей с дневным пребыванием детей при школах. В загородных лагерях запланировано открытие профильных смен. Для детей из социально незащищенных семей, с особыми возможностями здоровья, детей участников СВО и тех, кто показал высокие результаты в науке, искусстве, спорте. Всего за летний период запланировано принять более 7 тысяч воспитанников. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Повречение охвата детей, отдохнувших в загородных лагерях, стало возможным благодаря оптимизации длительности смен. В прошлом году у нас смены были 14-дневные, в этом году смены запланированы в основном 12-дневные. И для удобства родителей у нас единый день заезда в лагерь будет в воскресенье, для того, чтобы родители могли увидеть, в каких условиях будет пребывать ребенок, обойти лагерь, познакомиться. И единый день выезда будет в четверг. Свои двери откроют и два лагеря подведомственных департаменту опеки и попечительства – «Волжский Артек» и «Волжанка». Там будет работать по 4 смены в 21 день. Каждая смена рассчитана на 175 детей. В период подготовки к открытию нового сезона – особое внимание противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическому благополучию и антитеррористической защищенности объектов. Антитеррористическая защищенность и укрепленность учреждений соответствуют требованиям законодательства. Учреждение по периметру имеет капитальное ограждение, исключающее свободный доступ людей и проезд автотранспорта, въезд автотранспортных средств осуществляется под контролем сотрудников охраны. Заключены договора на оказание круглосуточных охранных услуг. Кроме того, на территории детских учреждений – здания, оборудованные системой видеонаблюдения с выводом видеосигнала на пост охраны. В летний период в городе будет работать программа трудоустройства несовершеннолетних. Традиционно временные вакансии для этих целей открываются на промышленных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, общественных организациях. В этом году в летний период планируют трудоустроить более трех тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Показали творческий подход к созданию обрядовых кукол. В Библиотеке народов Поволжья прошло награждение победителей конкурса «Самарская маслена». Его провели в четвертый раз. Жюри оценило более 170 кукол, символизирующих зиму, которые принято сжигать в последний день масленицы, провожая холодное время года. С лауреатами и организаторами конкурса пообщалась наша съемочная группа. Семья Ледневых получила сразу две награды конкурса «Самарская маслена». В семейной категории заняли третье место, а еще одна поделка от детей покорила сердца жюри. Кукла получила гран-при праздничного фестиваля. Авторскую работу ребята передали в школу, где все они учатся. Возможно, этот предмет гордости займет почетное место в музее учреждения и вдохновить других ребят сделать свою маслену в следующем году. Нам ее очень стало жалко, мы подарили нашу школе. Она уже давно в школе, ей все любуются. Дальше что они с ней делать будут, я не знаю, но сжигать точно никто не будет. А в семейной номинации триумфатором стала семья Козловых. Они сделали обрядовую куклу, соблюдая все правила. Не делали лицо, чтобы маслену можно было сжечь, и использовали только натуральные материалы. Очень приятно. Ну, в принципе, мы ждали, что будет какая-то победа. Ну, диплом тоже был хорош. А когда увидели, что мы в списках победителей, обрадовались вдвойне. Так что спасибо большое организаторам конкурса. Конкурс «Амарская маслена» проводили в четвертый раз. В этом году номинация «Семейная» появилась впервые. Приурочено это было к году семьи. Организаторы отмечают, что совместное творчество может по-настоящему сплотить семью и подарить множество приятных эмоций. Они, может быть, распределяют труд, они как-то организуют, они коммуницируют друг с другом, они там распределяют роли. И кто что создает. И вот здесь у семейной кукли как раз и традиционная, и может быть какая-то компонента, что-то может быть из современности. В этом общении возникает некая гармония, некий такой диалог, через который можно как раз сжечь все свои ссоры, все свои разногласия, все свои такие вот недопонимания. Всего на конкурс было прислано почти 180 кукол. Жюри выбирало лучших в последний день Масленицы на площади Куйбышева. Лауреатов также отметили в номинациях «Традиционная кукла», «Современный взгляд» и «Эко-кукла». Победители получили дипломы и ценные призы. Андрей Горгуленко, Петр Пламеев. События. В Самаре прошли соревнования по тэг-рэгби среди школьных команд. Это спортивная дисциплина, так же молода, как и ее игроки. Чем тэг-рэгби отличается от классической игры, узнал наш корреспондент Полина Чулякова. Сорванная с пояса ленточка у игрока в тэг-рэгби – сигнал остановиться и отдать мяч товарищу. Дисциплина создана специально для начинающих игроков. В субботу прошли соревнования по бесконтактному регби среди команд общеобразовательных учреждений. Городской финал Самарской школьной лиги. Участники – школьники третьих-четвертых классов. В команде, состоящей из десяти человек, обязательно должны быть две девочки. Сегодняшнее соревнование – это завершение той работы, которую Федерация регби проводит по популяризации, по развитию регби в Самарской области. Этот вид спорта уже успел полюбиться и во многих школах. Большая здесь, конечно, роль принадлежит учителям физкультуры. В этом году Федерация регби обучила уже более трехсот преподавателей физкультуры. Не только физкульт, но и тренер по тек-регби Елена Марычева рассказывает. Об этой дисциплине узнала благодаря семинару, который проводился в школе. Сегодня команда Елены впервые на городском этапе соревнований. В прошлом году не удалось преодолеть районный этап. Сначала как бы они с недоверием отнеслись к этой игре. Ну что за игра, бегаешь и все. Говорили, что это не наше. А потом, когда они поняли суть игры, им это очень понравилось. Дети азартные, они с удовольствием воспринимают эту игру. Я над за нашу команду. Они играли очень хорошо. Наш еще две игры, мы их должны быть. Тек-регби – это подготовка будущих спортсменов классического регби. Когда юные игроки подрастают, они начинают заниматься в спортивной школе Олимпийского резерва. А тек-регби – это такая массовая дисциплина. Самый главный ее плюс – это доступность и безопасность. Команды, занявшие призовые места, смогут пройти на областной этап. Он состоится 18 мая на стадионе «Локомотив». Полина Чулякова, Игорь Казановский, Григорий Плешаков. События. Крылья Советов одержали первую победу в весенней части Чемпионата России по футболу. Лигой ниже Толятинский «Акрон» вышел на первое место в турнирной таблице. А гонболистки «Лады» не смогли завоевать медали Кубка России. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Крылья Советов одержали первую победу в весенней части Чемпионата России по футболу. В 23-м туре Самарцы на выезде переиграли Екатеринбургский «Урал». Болжане начали игру активно и уже на 16-й минуте открыли счет. Отличился Рахманович. Перед перерывом Каштанов счет сравнял. Он реализовал пенальти за игру рукой со стороны Евгеньева. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве. Был удален защитник «Итало». А на 80-й минуте судья назначил пенальти уже в ворота «Урала». Рахманович оказался точен и оформил дубль. Крылья победили 2-1. Самарцы пока в середине турнирной таблицы. Футболисты «Акрона» все ближе к тому, чтобы в премьер-лиге было две команды из Самарской области. Накануне в матче 26-го тура первой лиги тольяттинцы дома переиграли «Московская торпеда». Все голы были забиты в первом тайме. На быстрый гол гостей на восьмой минуте заводчане ответили результативными действиями Савичева и Глушкова. После победы «Акрон» вышел на первое место в турнирной таблице. Баскетболисты «Самары» завершают регулярный чемпионат единой лиги. Команда провела заключительный домашний матч на втором этапе против «Саратовского автодора». С турнирной позиции матч не имел большого значения. «Самара» закрепилась на седьмом месте в таблице и не могла ни подняться, ни упасть. Но победить в Орском дерби на домашнем паркете было принципиально. Однако начало матча не сложилось. Самарцы даже уступали 15 очков, но затем стали постепенно возвращаться в игру. Выйдя вперед, хозяева смогли удержать преимущество до финального свистка. 86-71 победа «Самары». Гонболистки «Лады» не смогли завоевать медали Кубка России. Финал четырех накануне прошел в Ростове-на-Дону. В полуфинале «Волжанки» играли против хозяек паркета и были близки к тому, чтобы оставить их на домашнем поле без главного матча. Мощное начало от гостей обескуражило ростовчанок, но к середине второго тайма они пришли в себя и смогли переломить ход поединка. В итоге «Лада» проиграла 22-25. А затем в матче за бронзу Тольяттинкам не хватило ни моральных, ни физических сил. Поражение от «Динамо» Синары 23-27. Победителями Кубка стали гонболистки ЦСКА. Они в финале переиграли «Ростов-Дон» 30-29. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что в дни религиозных праздников и в День Победы, когда многие едут на кладбище, будет введено ограничение движения транспорта. Ограничения будут действовать 5 мая в День Пасхи, 12 мая на Красную Горку, 9 мая в День Победы, 14 мая на Радоницу, а также 22 июня в Троицкую и Родительскую субботу с 7 утра до 4 вечера. Ограничения будут действовать по улице Авроры от Мариса Тореза до Партизанской, по улице Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов, по Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской, по Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда. Администрация железнодорожного района сообщает, что оплатить коммунальные услуги и заказать лекарства можно онлайн. Многие представители серебряного возраста не знакомы с возможностями современных технологий. Курсы компьютерной грамотности откроют им новые возможности и повысят уровень комфорта. Программа обучения рассчитана на 3 месяца и разработана с учетом возрастных особенностей. Заниматься можно бесплатно по адресу Мариса Тореза, 103А. Узнать информацию можно по телефону, указанному на экране. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает, как стать приемными родителями. Это опекуны или попечители ребенка. Они заключают договор о приемной семье с органом опеки и попечительства. Требования к будущим приемным родителям. Они совершеннолетние, дееспособные, имеют регистрацию по месту жительства, не лишены родительских прав. С полным списком требований можно ознакомиться в телеграм-канале департамента. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok